на самом деле все было не совсем так эпично но тоже получилось неплохо и уже с эффектами это уже чуть-чуть попозже да а теперь угадайте с какого раза у меня это получилось с 21 так 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 запись идет идет доброго времени тут друзья с вами как всегда арта ласки и что это это новый видосик сам не ожидал сам вообще в шоке но как-то вот так получилось в общем то особо тянуть резину не будем хотя тоже по вам соскучился но что поделать делаю я знаете сейчас такую воксельную игрульку буквально не знаю на неделю вторую но очень не запала идея прям вот без шуток ночью проснулся решил записать сразу с телефон все и на следующий день начал реализовывать как-то вот так вот не запала потом еще вспомнил про старые мемчики двухтысячных про грабежи караванов кору ванов и как-то само так понеслось в общем что у нас уже есть а немножко по технической части скажу что игра делается на playmaker то есть ну как бы это unity понятно все дела но здесь нету кода то есть все делается через визуальный скриптинг через playmaker вау хорошо это или плохо у каждого свое мнение на этот счет на самом деле естественно true программисты скажут что визуальный скриптинг это не брат ты мне больше а те кто шарит не шарит и вообще не очень то дружи с программированием подумают о это моя остановочка и будут абсолютно правы потому что потому расскажу как нибудь про визуальный скриптинг позже а пока давайте посмотрим что у нас уже реализовано в общем сама концепция игры состоит в том что мы такой ведь робин гуд летаем по деревьям естественно можем не просто летать попади сюда но это еще не до конца реализованная механика но вы поняли так вот давайте мы станем обратно над этим еще предстоит поработать хорошо я понял суть в том что мы будем бегать по деревьям и отстреливать всяких плохих дядей в поиске золотовых караванах собственно это будет их золото они наши поэтому может это будет наше золото механика стрельбы из лука уже даже со звуками и кстати надеюсь они записываются потому что я очень долго подбирал звуки и старался сделать это максимально красиво не стал использовать тот же ю фпс и прочие готовые асеты контроллеров персонажа я решил все написать с нуля а ну как написать за скрипте через playmaker по той простой причине что мне нужно больше контроля больше свободы чтобы реализовывать какие-то свои механики какие-то свои штуки потому что добавить что-то новое в тот же ультимейт контроллер достаточно сложно и придется его неплохо так перелопатить изучить вот есть вроде как сам с нуля все пишешь знаешь где что работает и как вы поняли и в общем то уже все становится гораздо легче пока что есть такие вот болваночки простые чисто тренировочные чтобы мне проверять на них всякие эффектики и стейты что касается стейтов у нас есть всякие эффектики как это правильно называется дэш и у тоже еще предстоит от полировать настроить дальность скорость и так далее но мне дико нравится как получился эффект все эффекты кстати делаются не через playmaker а через прикольный asset fill от создателей corgi engine очень прикольная штука рекомендую в принципе мне это не я к сожалению не нашел пока звука получше но пусть пока будет так окей то есть это очень простой способ добавить каких-то звуков какой-то рандомизации настроить эффекты сделать своеобразную такую отдачу обратную связь от каких-либо действий игрока и за счет этого просто игра начинает ощущаться сочнее так что касается вот этих штук мы уже можем получать от них урон а можем не получать то есть у нас уже есть механика ближнего боя уже тоже с эффектиками естественно да кстати мы можем обратно подбирать наши стрелы можем бросать ножи тоже их можем подбирать также чем дольше мы держим замах тем сильнее у нас урон но опять же там есть определенные ограничения потому что просто сильно атака наносит много урона но не так много чтобы убить с первого раза однако если мы будем держать промахнулся окей то она выносит с первого раза но просто много урона окей соответственно анимации кстати не знаю как получилось по ходу это баг то есть у нас есть три разные анимации которые превращаются в такое своеобразное комбо и сильная атака а пока что эффектики на эти болванки не добавлял потому что на самом деле они очень временные скорее всего финальную версию игры не попадут хотя смотрится они довольно прикольно мне нравится собственно хук гарпун грэплинг хук как его еще можно назвать вы уже видели на самом начале видео не до конца доработанная механика но блин не хочу от нее отказываться я буду полировать дальше потому что с ней как-то все очень весело особенно когда это можно делать в полете с замедлением времени например должно получиться очень интересно также помимо всяких боевых систем у нас есть еще и так я врезался в дерево окей какая-то классная мобильная штука у нас есть система как систем очень импровизированная такая то есть система укрытий которых мы можем прятаться от врагов то есть здесь будет определенный стелс не совсем для этого режима игры но об этом чуть позже можем подбирать всякие предметы и таскать их класть назад а некоторые даже можем бросать а для чего это нужно для того что здесь будут также уровни что-то вроде подземелья и тому своеобразные головоломки нам нужно будет изучать предметы что-то искать что-то бросать перетаскивать туда-сюда так задумано он должен ездить даже когда упал да нет ну серьезно так давайте вернемся к нашим к нашим значит также тут настраиваю с помощью этого филы всякие эффектики для менюшек то есть когда мы получаем урон например у нас подскакивают циферки тоже меняется их цвет то есть уже какая-то такая обратная связь после броска ножей тоже там давай хаба вот она красненькая подскакивает то есть краем глаза все равно видно что там что-то изменилось и по-своему привлекает внимание также мы можем переключать и бросать бомбочки но они пока еще просто как заглушки звук странный я знаю потому что я просто делал это сам так ничего личного это бизнес так вот нравится мне всякие такие маленькие штучки и все это реализовано по сути через визуальный код и через по сути и винты в unity правда через asset который эти ивенты используют но тем не менее мне кажется что можно попытаться сделать полностью игру на плеймейкеры не написав ни строчки кода и я думаю что это будет даже возможно это будет не интереснее чем игра за 500 долларов и за 5000 долларов в том числе но свой потенциал у нее есть как всегда я заморачиваюсь деталями которые возможно и не нужны и в принципе в индии скорее всего не особо часто делают но мне как всегда хочется сделать все идеально и даже когда у нас кончаются стрелы у нас меняется анимация вот вроде бы мелочь но блин как же как же это все-таки вставляет а тем не менее как только мы подберем стрелу кстати где хоть одна ни одной не вижу куда стрелял его стрел подбираем стрелу оба и у нас появляется снова стрела не знаю почему но вот такие вот мелочи мне всегда нравятся в чужих играх и своих играх я думаю стоит сделать так же чем я помню камера обрезала оба спустились на землю не очень-то удобно конечно так вот как вообще все это дело создавалось давайте теперь об этом поговорим вообще я начинал делать хоррор но вот серьезно без шуток это должен был быть ужастик все начиналось с ужастика в поезде у меня даже был сюжет да еще и на сети который достаточно давно лежал у меня пылился все хотел на нем что-нибудь интересное замутить и думаю пришло время купить сейчас нас история ничего нельзя надо использовать то что у нас уже есть но потом я начал смотреть прохождение различных инди хоров в основном инди замечу и по-моему этот аси использовался наверно в десятках из тех что я посмотрел то есть даже без замены каких-то иконок звуков моделек просто такие вот жесткие асид флипы тем не менее у меня уже был сюжет у меня уже даже было что-то вроде дизайн документов которым были прописаны определенные главы и персонажи и так далее и в какой-то момент я понял что получится долгострой и вообще как бы идея это хоть и была интересная но механика и все прочее как-то все равно перекликались тем не знаю каким даже десяткам хорроров которые я пересмотрел и мне хотелось сделать что-то необычное что-то что-то новенькое и поэтому я решила сделать хоррор наоборот в котором мы играем за монстра вот такая вот идея мне пришла ночью я такой думан надо записать вот так вот прям сквозь свет вот этот вот свет телефона сквозь тьму прорывался в глаза и ну как то вот так вот записал и дальше спать хотя спать уже не получалось уже вот это вот мыслишка в голове крутилась и его так успешно спешно скакиваешь снова записываешь снова спать снова скакиваешь записываешь и вот так вот по кругу до 4 утра на следующий день я уже начал как-то это все реализовывать уже какие-то такие простенькие механики то есть суть была в том чтобы пугать а не в том чтобы пугаться но тоже все со своими секретами не хочу сейчас полностью раскрывать идею чтобы ее скажем так низком унизили хотя на самом деле такие игры уже тоже есть просто их не так много и буквально через несколько дней после реализации основных механик мне пришла еще одна идея а пришла она потому что я почему-то вдруг вспомнил одну старенькую игрульку в которую играл еще в детстве можно сказать то есть эта игра еще была на сиди диска когда же и почему-то тогда она мне так нравилось она действительно была прикольная даже для своего того времени да она может и сейчас даже будет интересная в том плане если перенести например куда-нибудь на мобильный рынок и был я думаю это будет прикольно достаточно простые механики но как-то не затягивает я подумал блин надо сделать что-нибудь такое но посовременней и что-то в своем таком вкусе в своем видении естественно с воксельной графикой потому что воксели делаются достаточно быстро а выглядят они достаточно неплохо а по времени к тому же очень сильно ограничен из-за того что сейчас работаю в студии я как-то говорил на стримах что да я все-таки устроился на работу спустя 27 лет своей жизни впервые в жизни стоит заметить но тем не менее делаю персонажи для фортнайта и в принципе то не все так плохо на этих ваших работах ну да ладно начал я реализовывать в общем-то механику стрельбы из лука и сопутствующие там всякие мелочи стал ориентироваться на тот же ультимейт характер контроллер на котором делал свой воксельный дум который тоже лежит в таком полу готовом состоянии вот но как я уже говорил вся механика реализована через playmaker но по сути сама архитектура и все вот эти взаимодействия сделаны по тому же принципу что и в том же ультимейт характер контроллер то есть это вроде бы и грамотно а вроде бы это все-таки визуальный скриппинг вообще я собирался браться за эту игру уже после того как доделаю хоррор но нет 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 уж очень она мне свербила душу и думаю блин надо надо ее делать вот вот она зайдет вот не знаю почему она кажется что зайдет и мне самому даже как-то интереснее над ней работать и сложности самое наверное сложное было реализовать правильно траекторию полета стрелы в том плане чтобы она показывалась то есть предугадывалась перед выстрелом чтобы игрок понимал силы натяжения лука как далеко полетит стрела вроде бы это и необязательная штука но чертовски удобная и когда нужно быстро понимать куда ты попадешь и попадешь или вообще а в этой игре в принципе надо будет достаточно быстро понимать куда ты свою стрелу пуляешь как бы это не звучало были различные эксперименты со слоу модом процессе выстрелов процессе прицеливания в полете в принципе ай что-то в этом есть но еще пока нужно думать как это грамотно реализовывать чтобы просто не получилось такая вот мешанина из эффектов и не терялась динамика и все было достаточно достаточно весело и если я думал что траектория это пожалуй самый такой геморрный момент в реализации нет я ошибался самая геморрная реализация была грэплинг кука но черта оно того стоило без шуток механика вот этот вот грэплинг фук очень жестко добавляет мобильности динамики и вообще делает игрульку более такой живой не знаю почему но мне дико заходит и мне кажется что в этой игре он просто охренительно вписывается только реализовать его реально было непросто постоянно были какие-то баги сейчас в принципе это все работает нормально просто нужно это отполировать чтобы все было красиво грамотно и с эффектами опять же но было жестко это было страдание в общем то мне интересно посмотреть комментарии на первый вот этот дэвлог по сути это даже что-то вроде анонса в котором еще пока ничего не понятно есть просто какая-то основная механика это не до конца реализованная но очень уж хотелось так сказать с вами поздороваться со всеми давненько ничего не выкладывали но даже если вдруг интереса к этому проекту не будет со стороны аудитории я все равно его буду делать вот такой я вредный да а тем временем все таки что-то с ней работает да да а тем временем было бы неплохо еще до конца чтобы проверили страничку стиме можно было уже добавлять игрульку wish list и так сказать следить за обновлениями я в описании под видео обязательно оставлю ссылочку на страницу надеюсь что ее очень быстро модераторы проверят и уже можно будет добавлять а если пока еще ссылка не активно добавляйтесь в группу вконтакте потому что там выходит сейчас обновление так сказать почаще видосика все-таки нужно побольше контента что-то вот такое вот собрать что-то еще сделать а там все какие-то гифки не гифки арт они арты плюс можно публиковать еще и свои проекты вау в общем то начинаем снова набирать актив и об этом обо всем поговорим еще в следующих видео я надеюсь что он следующий дэвлог будет уже где-то через недельку может даже раньше в любом случае если не подписан на канал подписывайтесь если не подписано в группу вконтакте тоже подписывайтесь хотя и так подписываются не знаю откуда они берут ссылки но подписываются и вы тоже подписывайтесь если не подписаны а на этом у меня пока что все и я надеюсь что очень скоро мы увидимся с вами в следующих видео пока у меня пока